Фронт как фронт, участок низ главный, ни железный, ни других дорог. Нынче тихо, лишь в непровских плавнях шелестит осенний ветерок. Стихи о войне, красные гвоздики, минута молчания. Воспитанники гимназии номер 13 почтили память красноармейца Алексея Чикина и возложили цветы к мемориальной доске, установленной в его честь. Участие в патриотических акциях для этих ребят – дань памяти и уважения к героям. Я участвовала уже во многих акциях. Например, я учила детей правильно складывать георгиевские ленточки, рассказывала, где их правильно носить. Я лично принимал участие на школьных линейках. Вы на знамении 12-го гвардейской Пинской краснознаменной дивизии. Также мы с рядами юноармии ездили в авангард. Нам показывали жизнь и реконструкции военные. В принципе, вот эти все направления, движения юноармейские созданы для того, чтобы зажечь искринку в сердцах людей, эту патриотическую. В годы Великой Отечественной войны уроженец села Немчиновка Алексей Яковлевич Чикин служил сапером 37-го гвардейского стрелкового полка. За образцовое выполнение боевой задачи 4 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя Алексея Чикина носит одна из улиц Одинцова. В память обо всех тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках, о тех, кто пропал без вести, о замученных в концлагерях, о тех, кто ковал победу в тылу, в партизанских отрядах, объявляется минута молчания. Гимназисты гордятся подвигом земляка, проявляют немалый интерес к истории Великой Отечественной войны. Скоро в гимназии начнется реализация проекта «Связующая нить», в рамках которого ребята смогут написать письма ветеранам и их семьям. Проводится множество патриотических акций. Мы стараемся не только сохранить память в нашем музее, но и передать ее нашим будущим поколениям. Музей для нас – это та связующая нить между прошлым и будущим. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.